Добрый вечер, 21.04 в Москве, это программа «Археология», студия Сергей Медведев, и мы обращаемся к теме, к которой с завидной регулярностью обращались на протяжении уже последних двух лет. Тема Фейсбука, социальные сети и, собственно, новая реальность, тот поток, который объединил нас всех, и который, я думаю, знаком, которым пользуется, ну, наверное, думаю, процентов 95 нашей аудитории, аудитории Финам. И вот, вы знаете, я думаю, все вы заметили те месседжи, вот эта строка «Состояние Фейсбука», которая появилась несколько месяцев тому назад, раньше было стандартное «О чем вы думаете?», очень так все это интеллектуально. И вдруг в какой-то момент в рамках расширения пространства интерактива он начал меня спрашивать «Сергей, что происходит?». И вот эта вот какая-то, так сказать, экзистенциальная тревожность, появившаяся в этом вопросе «Что происходит?», я хотел бы спроецировать и на сам Фейсбук, потому что уже месяца два-три, вот эта вот такая довольно тревожная у нас зима выдалась в политическом, социальном смысле, уже два-три месяца очень многие люди начинают замечать, что что-то изменилось, что-то случилось с самим Фейсбуком. И вот попытаемся с этим разобраться. Попытаемся с участием Юрия Сопрыкина, шеф-редактор компании «Афиши Рамблер», и Ивана Засурского, заведующего кафедрой новых медиа и теории коммуникации в факультете журналистики МГУ. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот. И Юрий, перед самым Новым годом, уходя на каникулы, вы, так сказать, оставили в коммерсанте уикенд такой нашумевший достаточно статью под названием «Котик-сдох», относясь к тем, собственно, котикам, которых все постят в Фейсбуке. Кризис Фейсбука. Что вы имели в виду? В чем для вас признаки кризиса Фейсбука? Вы знаете, никакого особенного кризиса в самом Фейсбуке я не наблюдаю. Скорее, статья была о кризисе какого-то сообщества, которое в этом Фейсбуке сложилось, о кризисе отношений внутри этого сообщества, о кризисе доверия и общих... о кризисе общего языка, который разделяется этим сообществом, и о том, что, в общем, все претензии по поводу того, что Фейсбук уже не тот, на самом деле это, ну, некоторая попытка попенять на зеркало, при том, что действительно, ну, вот в самих отношениях между пользователями Фейсбука что-то начинает разлаживаться. Люди начинают использовать эту социальную сеть по-другому, и от общения с нею и друг с другом начинают испытывать больше фрустрации, нежели радости. И думаю, что для довольно значительной части пользователей Фейсбука это связано не с интерфейсом этой социальной сети, и не с ее функциональностью, не с ее достоинствами и недостатками, а просто с каким-то общественным климатом, в котором мы находимся. То есть изменившаяся социальная реальность. Да, если бы не было Фейсбука такой главной площадкой для общения интеллигенции, и тут не хочу даже приводить другие какие-то обобщения, если бы этой площадкой был не Фейсбук, а, допустим, там, не знаю, Забор, то мы бы говорили о кризисе Забора или о кризисе берестяных грамот, если бы эти люди обменивались берестяными грамотами. На самом деле дело совершенно не в медиуме, а дело вот в тех сообщениях, которые через него посылаются и в том, что испытывают люди, которые им пользуются. Ну да, в том общественном настроении, которое сформировалось и было выражено в большой степени Фейсбуком. Я могу привести один маленький пример. Для меня еще год назад Фейсбук был, ну, такой абсолютно полноценной, если позволите, метагазетой. То есть я открывал с утра френд-ленту и получал там, благодаря моим друзьям, список, более-менее исчерпывающий список газетных, журнальных, интернетных статей, которые мне было бы интересно прочитать. Да, если бы я пытался найти их сам, вряд ли у меня получилось бы лучше. А сейчас эта функция абсолютно пропала, и я подозреваю, дело не в том, что Фейсбук там у себя что-то не так подкрутил, а дело в том, что мои друзья-журналисты все больше оставляют ссылки на статьи собственных изданий и все меньше пытаются поделиться какими-то взволновавшими их текстами, которые были просто прочитаны где-то. Возможно, потому что вот этого волнения по поводу текстов уже не наблюдается. Ну да, здесь вы правы, здесь речь не надо говорить не о кризисе зеркала, а о кризисе того, кто отражается в этом зеркале. И, собственно, если вспомнить умонастроение год назад и сейчас, они же совершенно разные, по крайней мере, тех людей, которые писали в фильме. А в каком смысле разные? Ну, год назад, если посмотреть, это был некий период самоосознания вот этого, да, креативного класса, некого общественно-политического подъема, неких надежд на волне, там, собрания на чистых прудах, затем на Болотной, затем на Сахарова. А сейчас, учитывая то количество политических и социальных разочарований, тот кризис протеста, вот, может быть, и Фейсбук стал какой-то не тот? Я бы не говорил о самоосознании и креативном классе, но прошлая зима действительно была такой адреналиновой. Вот, а эта зима, это чистый отходняк. У меня вот, на самом деле, очень интересный взгляд будет на это, потому что я-то протестовал в 2000 году. Против чего? Ну, как, против Путина. Я говорил, вам сейчас сделают диктатуру, вы потом ничего не сможете сделать. Потом я говорил, нельзя смотреть этот телевизор, вам через войну сейчас сделают президента. Будет навсегда. Ну, просто понимаешь, когда 12 лет прошло, как бы люди проснулись. То есть, для меня это означает не то, что люди изменились, а то, что как бы было технологическое влияние, которое я испытал раньше, потому что я занимался интернетом, и я как бы не мог молчать уже в 2000-м. А люди как бы через социальную сеть, через всякое знакомство с интернетом как бы приобрели новое отношение к жизни. Ближе к 12-му году стали таким образом себя вести. Но, как бы, я не знаю, можно ли здесь говорить о кризисе или вообще о чем. Просто мне кажется, что люди в какой-то момент переоценили немножко Facebook как инструмент влияния на реальность. Facebook гораздо сильнее, скажем так, создает вокруг тебя ощущение вот чего-то такого, то есть проецирует то, что ты внутри имеешь, на то, что есть вокруг. И, в принципе, мне кажется, что Facebook по-прежнему как бы очень сильно отличается от России, как бы за окном, которое я вижу, поэтому тут можно, наверное, говорить о градациях. Я другую вещь заметил, просто чтобы с политической темой сейчас убрать, потому что она просто не очень перспективная. Я говорю, вот, как бы, я слишком перпендикулярен ко всему этому. 12 лет уже я смотрю все это, ну, как бы, ребят, привет вообще. Ну, здесь, да, такой eye-opener был, это 24 сентября 2012 года. Eye-opener был новый год. Знаете, я могу только для 2011 года, да. Нет, но для большинства, для большинства людей. Ошибка 2000, знаменитая. Могу только выразить уважение к вашей проницательности и последовательности, но, уверяю вас, вы не единственный, кто примерно с 2000 года... И со мной Боря Кагарлицкий был, я помню. ...не очень рад происходящему. А знаете, почему я перестал это? И более того, те люди, о которых вы говорите, они тоже не в 2012 году открыли для себя интернет. Я вообще с уважением отношусь, на самом деле, серьезно. Я просто к другому, что, на самом деле, понимаете, интернет очень сильно меняет то, как люди относятся к жизни. Я же не отношу на свой счет какой-то супер прозорливости. Просто мой первый проект на интернете был в 1997 году. И, соответственно, что-то со мной произошло благодаря интернету, что в тот момент, когда это происходило, я не мог этому позволить происходить как без своих комментариев. И прекратил я это делать, потому что мне как бы из Кремля предложили деньги, чтобы я делал это громче. И в этот момент я понял, что протест в той системе, которая есть с контролем над телевидением, в действительности является инструментом продажи. Потому что, как бы, стране показывают фриков, меня в данном случае, да, в 2000 году, как бы, по всем каналам реально, там, со спины, чтобы там не смущать никого. Ну, просто какие-то сумасшедшие фрики, как бы, вышли на улице. И под это люди очень круто голосуют. Поэтому, как бы, в принципе, если бы я хотел заработать, я мог тогда продолжать протестную карьеру. К сожалению, это сработало так и в этот раз. А в следующий раз будет иначе. И здесь влияние Facebook очень велико. И я не думаю, что в этом смысле Facebook грозит какой-то кризис, кроме того, который они устроили сами. А что я имею в виду? Что в Facebook сейчас такая новая мода. Там можно размечать... Ну, она старая мода, для тех, кто знает. Friendland-то своё. Ты размечаешь, вот и близкие друзья, родственники, коллеги по цеху. Да, круги, да. Мне кажется, то, что вот Юрий говорит, во многом следствие того, что люди не понимают, что они делают. То есть когда они размечают кого-то как близкий друг, родственник и так далее, они не понимают, что они теперь будут видеть этого человека, а другое видеть не будут. Потому что этот человек сожрёт в их ленте место, которое было под что-то другое. И на самом деле Facebook очень интересным образом с помощью технических алгоритмов сначала собрал протестную машину. То есть сделал как бы единое пространство, в котором всё болтается, как в одном супе. Затем её канализировал. А затем, видимо, как-то очень... Я не думаю даже, что в этом есть какой-то умысел, потому что это глобальная история. Но тем не менее, так и произошло, что все разошлись по квартирам. Потому что теперь все видят как бы что-то их друзья, родственники пишут, и температура падает. И в этом смысле русские власти должны быть очень счастливы с Facebook, как он развивается. Потому что он убрал как бы этот edge. Он как бы больше не жгёт. И может быть то, что Юрий говорит, мне кажется, вот очень... У меня как-то почему-то вот это всё вместе идёт. Возможно, это так. У меня тут, наверное, не совсем чистый эксперимент. Потому что я совершенно не пользуюсь вот этими градациями близости, которые там есть. Ну вот, есть друзья, есть подписчики. Нет, но можно же настроить от кого-то... Как бы я оставил подписки только от своих, так сказать, людей, которые мне интересны. У меня там тысяча людей в друзьях, и я примерно, не знаю, от 150 получаю. Да, разумеется. Остальные 850 я не вижу, что с ними происходит. Прятать, скрывать друзей – это отдельный какой-то ритуал и специальное удовольствие. Не, ну просто да, вопрос экономии своего времени. У нас же дурная бесконечность. Да, Юрий. Ну так вот, и действительно, тем не менее, да, несмотря на то, что я не пытаюсь там как-то оставить столько близких и отдалить далёких, тем не менее, ощущение замкнутости вот этого информационного пузыря, оно всё равно каким-то образом возникает. Да, ты почему-то видишь одни и те же лица, ты почему-то слышишь одни и те же голоса, эти голоса говорят с одними и теми же интонациями, и, да, действительно, те интонации, которые казались такими духоподъёмными ещё недавно, начинают в какой-то момент вызывать апатию. А знаешь, что проблема? Проблема в том, что люди создают информацию, когда нет её. То есть вот, например, я и в этом проблема, вот мы делаем обзоры по блогам, понимаешь как? У Кастанеды есть история, когда он работает расшифровщиком записи у психоаналитика, и у него как бы на 5 тысяч часов как бы он слушает, слушает, поэтому он перестаёт различать. Он как будто всё, один и тот же человек говорит, вот нудятина бесконечная, понимаешь? Немножко, мне кажется, тоже есть это, потому что как бы в социальных сетях у тебя нет на самом деле такого, что в медиа, как бы, вообще-то это можно уже, пора уже воспевать, что как кто-то смотрит, всё-таки проверяет. Есть редактор, да. Есть редактор, да. Редактор тебе посмотрит в глаза и говорит, ты серьёзно? Ты мне это принёс? Ха-ха, пойдём. Ну как бы вот это никто не скажет. И поэтому как бы Facebook очень интересно, это абсолютная майя, это абсолютная иллюзия. То есть люди без информации производят информацию. Я думаю, что это тоже усталость, потому что одно время казалось, что можно как-то изнутри себя произвести достаточную информацию, достаточную картину реальности, и она заживёт. И когда действительно вот это было и на площадях, и всё такое, и сейчас это, в принципе, иногда есть. Но я хочу не на этой ноте как бы свою реплику закончить, а на другой. Я хочу сказать, что Facebook вообще классная вещь, великая сила, и слава богу, что он есть. И слава богу, что Twitter есть, и ЖЖ, и что все они живы ещё. Потому что главная проблема в такой стране как наша – это спираль молчания. У нас очень много людей забитых, трусливых и вообще просто неживых зомби таких. И причём они отмораживаются от первого дуновения. Вот как бы, да, там, ощущение пошло, что сейчас кто-то подует на них. Они уже на всякий случай отморозились. Ну, посмотри, как люди в Думе голосуют. Ну, реально как бы, ни сыта, ни совести, ни своей головы, ничего. Одна стая бежит куда-то там. На них, например, руку подняли, они сразу там хоп, холосты прижали, нажали всё, да. И как бы в этой связи очень важно, что у нас есть все эти соцсети, потому что это блокирует спираль молчания. Что такое спираль молчания? Это подтверждённая гипотеза, разработанная Нель Нойман, немецкий социолог. Она увидела, что в обществе происходит постепенно замалчивание по спирали. То есть я опишу это на примере. Едет вагон с протестующими, да, 20 человек. Дико бодрые все, только что с митингом, да. На следующей станции входит рота ОМОНовцев, 50 человек, да. И как бы разговоры становятся тише. Это называется спираль молчания. И, соответственно, по мере того, как медиа нагнетают ту или иную тему, какое-то количество людей начинает молчать. И это создаёт обратный эффект, что кажется, что как-будто этих людей стало больше, которые громкие ОМОНовцы вот эти новые в вагоне, понимаешь? Да. И это становится ещё тише. И вот главное, что сейчас есть в соцсетях, и спасибо большое за это, это то, что они блокируют вот этот эффект. Потому что люди, которые сидят в Фейсбуке, слава богу, могут по-прежнему сидеть в Фейсбуке. И хотя бы бухтят. И хотя бы в Вилике создаётся какая-то альтернативная повестка дня. Хоть что-то. Ну да. Люди самозаводятся друг от друга и проецируют немножко другой взгляд на мир. Хоть что-то. Слава богу. Фактически это выполняет роль некой альтернативной и не единственной агоры. Той площади, на которой люди выходят поговорить. Если у вас нет таких кафе, как в средиземноморских странах, то люди хотя бы... Иногда есть. Иногда есть, но не в таких больших количествах. Не в таком благоприятном клинице. Есть ещё один момент. Фейсбук и социальные сети останавливают физическое насилие. То есть то, что ещё не убили ни одного представителя власти физически, не уничтожен никакой глава комиссии. Вот в Германии в 70-е годы не было же интернета. Когда интернета нет, радикалы ведут себя иначе. Им не хватает того визибилити, им не хватает того эффекта, который они могут получить словами. И тогда начинаются сумасшедшие вещи. И слава богу, что их нет. Потому что на самом деле легче от этого никого бы не было, но было бы, наверное, очень как бы неприятно всем. Вот. И дай бог, чтобы до этого не дошло. Потому что вот эта энергия... И в этом смысле очень опасны вот эти законы, которые сейчас вводят цензуру там, три рядом не стоять. Вот это всё, знаешь, вот это отмороженное законотворчество. Список запрещенных сайтов. Сумасшедший принтер. И запрет... Вот запрет мата в интернете, это, мне кажется, это вообще страшнейшая вещь. Да. Потому что это действительно идеальное средство канализирования агрессии. Ну да, цензурирование любого сайта. Это написано. Интервью Единоросса есть. Я сегодня читал. Этого Федотова. О том, что всё-таки... Он признался, они колониальная администрация. Они не сами по себе. Это американцы управляют. Они просто пытаются с ними бороться, но у них не хватает сил. Даже Путин из последних сил старается как-то поставить там палку в колёса американца. Но не может. Потому что всё захвачено. Понимаешь? И вот мы здесь обсуждаем форпост этой передней американской, значит, это Invasion. Я уже видишь тоже. Я всё время так пишу доклады в Госдеп. Я плохо говорю про русский. Чем дальше, тем хуже, да? И вот мне кажется, всё-таки им нужно поговорить со своими заокеанскими хозяевами, чтобы они сделали какую-то альтернативную программу законотворчества. Потому что реально в России запрещать русский мат могут только американцы. Ну, как бы... Следующее. Главное доказательство существования колониальной администрации. Временное оккупационное правительство. Вот уже 20 лет, как Зюганов это говорит, да. Собственно, вот мы сейчас при этом присутствуем. И наконец они признали. Знаешь, и действительно, может быть, неловко теперь перед Зюгановым тоже, но как бы человек всё-таки 20 лет говорил правду. О том, говорил ли Зюганов правду, поговорим после перерыва. Добрый вечер. Программа «Археология». В гостях у нас сегодня Юрий Сапрыкин, шеф-редактор объединённой компании «Рамблер-афиша» и Иван Засурский, совкафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ. Говорим мы о Фейсбуке. Переживает ли Фейсбук кризис? Или переживает ли кризис, собственно, то общественное сознание, которое и видело себя в Фейсбуке? Или всё-таки колониальная администрация. Или да, или колониальная администрация, которой уже 20 лет, как говорит Геннадий Андреевич Зюганов. Телефон наш студийный 65 10 99 и 6. Звоните нам и скажите, разочарованы ли вы в Фейсбуке? Собственно, вся та волна надежд. А также, знаете ли вы, что это такое? Вы знаете, я думаю, что наши слушатели знают. Вот ваши ощущения вот этого года по поводу Фейсбука и всей той реальности, которая вокруг него творится. 65 10 99 и 6. А вы знаете, про себя скажу. Для меня таким сигнальным событием явилось вот это вот совершенно ужасное дело Алексея Кабанова, да? Когда человек вроде всеобщий знакомый, всеобщий друг. Вот это все ужасное убийство. А вы считаете, что Фейсбук как-то причастен к этому? Сейчас я объясню, в чем дело. Я, во-первых, я считаю, что это вообще достойно лай-лайфе. На теле обнаружены лайки. Это, 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 да. Нет, ну, конечно, 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 причастие. Это не достойно было бы нашего обсуждения, что я хочу сказать. Понимаете, это тема для Live News. Но меня потрясла совершенно реакция людей. Типа, как же так? Все мы его знали. Он у меня, у меня с ним 35 общих френдов. У меня 55 общих френдов. И вот я хочу сказать, ну и что такого? И вот это для меня явилось свидетельством невероятной тусовочности Фейсбука. Вот как, Юрий, вы цитируете в вашей статье, что Ревзин в свое время сказал, что это клуб на 100 тысяч человек. Вот. И вот это подтвердилась вот эта вот клубная, клубная природа Фейсбука. Это 9 миллионов человек, которые думают, что они клуб на 100 человек. Ну, так скажем, по крайней мере те, которые политически активны. Я бы сказал так. Которые ходят в одни и те же площадки. Вот эта иллюзия сообщества, иллюзия совместности, которая есть и которая транслируется действительно на миллионы человек, это действительно какая-то фейсбучная уникальная особенность. Это как они этого добиваются. В Твиттере, кстати, этого нет. В Твиттере этого нет. В Контакте этого нет. Крусовочность какая-то. В Контакте этого нет. В Контакте этого нигде нет. В Контакте этого нет. А вот здесь ты заходишь и тебе кажется, что кругом все свои ребята. И конечно, когда в любом замкнутом сообществе, даже если в нем состоит 9 миллионов человек, но если они видят это как замкнутое сообщество, то оно такое и есть. Так вот, когда один из его участников вдруг творит что-то невообразимое, все остальные в шоке. У меня, не знаю, я учился в 11 классе, у меня девятиклассник на дискотеке пырнул ножом своего одноклассника. Это ужас. Нельзя же сравнивать. Действительно, все были невероятно шокированы, потому что кто бы мог подумать. Но еще очень важный момент, что именно его друзья, которые с ним там курили за школой и сшибали мелочь у малявок, они, в общем, как-то не особенно на эту тему высказывались. И как-то не особенно по этому поводу негодовали и возмущались. И обратите внимание, там совсем печальная история, он повесился. Вау. Отчего все были еще более шокированы. Вау. Но речь сейчас не об этом. Так вот, с Кабановым произошло ровно то же самое. Мы же не слышали никаких стенаний по поводу того, что как мог мой вот друг, мой френд совершить такое, стенали люди, у которых были с ним общие друзья. То есть шокированно был не ближний круг, или даже не какой-то условно ближний круг, а какая-то вторая-третья производная. Да, да, да. И, наверное, это тоже какой-то универсальный закон сообществ. Но еще с Кабановым, что важно, почему к этому причастен Facebook? Потому что, конечно, состав преступления заключается не только в самом убийстве, а состав преступления заключается в вот этой недельном злоупотреблении, доверием. В вот этом запуске цепи перепостов, которая членами этого сообщества воспринимается как нечто абсолютно такое благое, заслуживающее доверие. И душераздирающее искреннее. Да, душераздирающее искреннее. В общем, то, чему нельзя не доверять. Вот это действительно, кстати, серьезная история. Бабац, это доверие было, может быть, впервые на памяти членов этого сообщества до такой степени циничным образом обманута. И вот это, конечно, на всех произвело впечатление. И, опять-таки, вы знаете, использование то, что даже большие федеральные масс-медиа начали это использовать и говорить, вот смотрите, какой он, собственно, креативный класс. Слушайте, ну, это с больших федеральных масс-медиа станется. Их станется. Нет, ну даже вот то, что... Извините, пожалуйста, это не креативный класс. Посмотри, давай, во-первых, как бы, что такое Россия? Россия — это, в принципе, место, где большая часть людей находит свою смерть в бытовой ссоре с супругом по поводу пьянки. Это как бы у нас так принято. Не совсем принято, как бы, неделю вести пропаганду в соцсетях после этого и оставлять там тело в машине. Обычно люди попроще, они когда это делают, они как бы фигачат топором, на утро просыпаются в луже крови и как бы идут сдаваться. Но мы-то думали, что есть Россия айфоны и Россия шансоны, и что в России айфона такого не случается. Нет, нет, это все то же самое, это все те же люди. Просто у одних людей, просто у них разные убеждения. Понимаешь, ты его потрешь, там все то же самое. Там тот же самый... Вы просто как бы, смотри, люди как... Тоже понимать, люди, когда, в принципе, имеют как бы такого масштаба, как в России, кому-то претензий, это значит, что они, скорее всего, такие же сами. Мне так кажется. Потому что, и в принципе, мне кажется, что не нужно... В идеале нам не нужно было бы даже делить, нужно было бы просто принять это. Вот в России так... Нет, ну понятно, да. Понятно, вот именно эта гипертрофированная реакция, экзальтированная. Посмотри, посмотри, посмотри... Вот я как бы чуть-чуть... Можно еще чуть-чуть продолжим мысль? Да. Просто почему как бы такой кайф от этого протеста? Потому что когда? И почему кайф обвинять других вообще? Потому что ты говоришь, этот сволочь, он подонок, он вор, он жулик и так далее. Как ты себя чувствуешь? Я обвиняюсь, значит, я чистый. Понимаешь? И вот как бы травма здесь была в том, что как бы часть вины пришлось предать на себя. Это очень серьезная история. Знаешь, я тебе расскажу по-другому. Вот сейчас, например, у нас идет очень много историй про то, кто где украл какие куски своей научной работы. Уже куча оскандалилась людей. Знаешь, из армии Урфинджуса там еще половина, может быть, упадет просто. Знаешь, как провода отключатся у кого-то. Ну, стыдно станет. Ну, мало ли. Потому что многие так делают. Но что начнется, когда вузы начнут дипломы публиковать? Вот это будет мясо. Понимаешь? Их трудно будет чувствовать. Я хороший. Эти сволочи подонки у меня что-то украли. Все такие. Потому что в России так принято. В России, знаешь, вот мне Полсон... Помнишь ведь Полсона? Полсон мне очень жаловался на русских. Он говорил, мне знаешь, как трудно с ними. Я им плачу доллар. Он несчастен. И для него главное срезать 50 центов где-то как-то. Потому что это он сам придумал, как сделать. Знаешь, как он злился. Да, да, да. В России главная схема. Не абсолютные цифры заработки. И все так, что внизу, что вверху, все одинаковые. К сожалению. Именно схема. Хорошо. Так в этом смысле то, что в связи с этим делом поднялось. Может быть, действительно слишком мы много говорили в последний год о вот этом креативном классе. Может быть, и нет в России никакой вот такой вот отдельной общности. Говорили об этом не мы. Вот тут я не могу принять на себя... Вот креативный класс, кстати. Сам про себя креативный класс не говорит, что он креативный класс. Ну, социологи конструировали все насилия с Флоридой. Значит, социолога, который это конструировал, зовут Владислав Юрьевич Сурков. В России, по крайней мере. Понятно, что это термин... Он ужасно талантливый. ...ричарда Флориды. Ужасно талантливый человек. И понятно, что на Западе это прекрасно все... Часть креативного класса. ...прекрасно все существует. Но в России он полностью был вывернут наизнанку и полностью как бы поменял свой смысл, превратился в некий ярлык, которым людям произвольно лепят на лоб. Ну, хорошо, что пятой колонной не обзывают, честно говоря. Да, это... На самом деле, это такой эфемизм, да? Реально, Владимир Владимирович реально... Имеется в виду именно это, конечно. Ты понимаешь, Владимир Владимирович как человек из ГДР. Реально, когда вот на все это смотрят, в чем его главная, основная проблема? Почему он реально не может с этим людям выйти там поговорить? Потому что он реально считает, что это пятая колонна. У него как бы это в голову не лезет. Для него это враги все. Почему эти ганды... Почему он так себя ведет вообще ужасно? Причем не враги, а предатели. Предатели, да. Его терминологии разные вещи. Все его друзья воруют там, подставляют его на каждом шагу. Он выглядит уже как Кощей. Это не важно. А важно вот эти люди, которые пришли и говорят, слушай, у тебя там друзья воруют. У меня друзья воруют. Понимаешь, вы сволочи, подонки пятой колонны. Вы американская мафия. Вас здесь в соцсети привели и так далее. А про друзей давайте в следующий раз. Хорошо, но это восприятие одного человека. В объективной социологической реальности что... Был ли мальчик вообще? Ну, существует ли некая общность людей, объединенная... Конечно есть. ...креативными профессиями? Но это не общность. Это не общность. Смотри, можно... Креативными профессиями в изначальном смысле термина, то есть люди, которые зарабатывают на жизнь какими-то там технологическими новшествами... Гуманитарными технологиями, так скажем. Да, гуманитарными технологиями. А именно технологиями. Да, ее почитай, что нет. Или оно ничтожно мало. Может. Креативный класс это не дизайнеры. Я хочу поспорить. Это не люди, которые делают принты на футболках. Я с Юрой хочу поспорить. Это не мальчики в кедах, которые ходят на... Это правда. В парк Горького. Это совсем-совсем другое. И здесь вот именно класс, осознающий себя как класс таким образом, ну, как бы, либо его нет совсем, либо он ничтожно мало. Иван. Спасибо. Юр, я, знаешь, еще хочу сказать. Я хочу сказать, что есть, знаешь, что такое... Есть ли креативный класс в Египте доисторическом, в том самом, где вот эти рабы, фараоны, понимаешь? Ну, там быть не можно. Креативный класс там это евреи и тех выгнали. Жрецы. Жрецы. Ну, жрецы это не креативный класс. Это да, это часть элиты. Извини, жрецы сверху. Правители, да. Понимаешь? А креативный класс вот это евреи, которые ушли оттуда. Значит, мы, когда говорим... Вообще креативный класс это абсолютно обманка. Мы говорим о, как бы, свободных профессиях. То есть мы говорим о том, почему в Греции, в древней, появилась живопись жизнеподобная. Потому что появились всевозможные профессии, людей, которых появилось достаточно денег, чтобы себя увековечить. Пока не появился массовый заказчик, заинтересованный в искусстве, люди даже глаза не открыли. Посмотри, как египетская живопись отличается от греческой. Это все символизм сплошной египетской зрели. Это все вот эти значения колоссальные. Космос, правитель там. Ты должен обязательно этого человека точно определить, но схематично, потому что в царстве мертвых у него обязательно должны быть все части тела, иначе его там не соберут заново. Ну так в позднем Египте фаюмский портрет появляется с какой-то такой... Ну конечно. Это не креативный класс. Это просто в Египте выросло, боже мой, сообщество врачей, учителей, юристов. Вот эти самые, которые в Древней Греции тоже появились. Из-за чего в Древней Греции появилось искусство, книги, рынок свитков, библиотеки, вообще спрос на все, что нам в принципе в Греции нравится. И те же самые люди были в Риме. Именно они заказывали все это искусство, на самом деле массовое. Именно они потребляли все эти кувшины, амфоры, все остальное, то что теперь вытаскивают из моря. Понимаешь? И у нас как бы произошло то же самое. Наше общество рабовладельческое раскололось и постепенно образовалось количество людей, которые не зависят от суверена в плане дохода, которые по большому счету и от работодателей не зависят, потому что работодателей много, а иногда сами являются работодателями, хотя и мелкими. И вот этих людей принципиально другой взгляд на жизнь. Потому что это гражданское общество называется. Это не креативный класс. Это и есть гражданское общество. Просто у нас оно маленькое. Почему? Потому что Россия очень большая. Как бы здесь рабы, там рабы, здесь рабы, там рабы. А в городах немножко вот возникло людей, которых могут выбирать не за 5 тысяч на завод пойти, а, например, за 50 или за 60 тысяч в одну компанию, в другую менеджером. Понимаешь? Не за 15 тысяч пойти в школу преподавать учителям как бы и директору лизать все. Понимаешь? А пойти как бы, может быть, в лицей дорогой поработать. Понимаешь? И вот как только у людей появляется выбор, тут выясняется вдруг, что американцы побеждают, и пятая колонна, значит, образовалась. Ну, опять-таки я говорю, это проблема Путину. Просто с фараонами. У фараонов кризис жанра. Просто, понимаешь, у нас в стране очень трудно стало устанавливать опять фараонов, потому что фараоны вышли из моды. Но фейсбук остается площадкой все-таки для этих людей, независимых людей творческих профессий. Практически за исключением каких-то, я не знаю, наместительных кафе. У бездельников, у которых настолько ненапряжная работа, что они могут целыми днями сидеть в фейсбуке. Для них это остается естественной площадкой. Для каждого разного. Смотри, для меня фейсбук, у меня реально очень удобный новый способ с контактами. Просто общаться. Я больше как мессенджер уже использую. Ну да. Но при этом у меня накопилась там колоссальная аудитория. Мне это очень приятно. Там 110 тысяч человек. Отлично. Я почту из своей газеты статьи. Вот то, за что Юлия не любит все, что там происходит. Для меня очень удобно. Потому что мне понравилась в моей газете статья. Ну, как бы там в газете я как редактор, конечно, могу и выше поставить, ниже. А тут фигак. Я как бы добавил к этому свою какую-то мощь. И она полетела по моим друзьям. Классно. Понимаешь? И мне это нравится. Но это профессиональный подход. Если говорить серьезно, то в фейсбуке я тоже уже не сижу по ночам. Я не знаю, кто сидит. Ну, по-моему, все-таки не знаю. У меня достаточно большое количество знакомых. Не знаю, там с Юрием у нас большое количество общих знакомых. Появляются какие-то знаковые статусы. Тут же прилетают к ним десятки, порой и сотни комментариев. Он работает. Последний, смотрите, вот это 31-я больница в Петербурге. В большой степени через Change.org. И, в общем, изначально через Фейсбук. Хотя... Изначально, на самом деле, через ЖЖ. Но... Потому что... А по тексту... Да, через Алис ЖЖ. Замолвите слово. Я в Фейсбуке все чаще и чаще вижу перепосты из ЖЖ. А поскольку я в Ческоре как бы часто очень перепочиваю ЖЖ, я реально обратил внимание, что самые лучшие мои статьи приходят ко мне через Фейсбук, но на платформе ЖЖ. Потому что на Фейсбуке, на самом деле, у тебя очень серьезные ограничения по количеству знаков. И психологически никто почти не готов писать заметки. Потому что это очень странный жанр. А ЖЖ, он как бы идеально подходит... А не остались ограничения? Я имею в виду, что в Ленте... Ни разу еще до них не дописал. А в Ленте у тебя... Писать неудобно. Интерфейс неудобно. А в Ленте у тебя обрезанный текст. Ты когда пишешь, ты уже мысленно понимаешь. Ну, понимаете, вы же понимаете, что важно не то, где ты набираешь текст. ЖЖ здесь играет роль текстового редактора. А Фейсбук все-таки играет роль базового коммуникатора, носителя этой информации. Потому что так как эта информация распространится по Фейсбуку, ЖЖ не даст ей таких рук. Я бы начнил только термином. Это правда. Носитель ЖЖ, а Фейсбук это как популяризатор. Вот так. Носитель, потому что носитель это имеется в виду, на чем, кто держит это все. Информацию реально лучше. Длинные материалы, серьезные истории с фотографиями, куча. В ЖЖ гораздо удобнее публиковать по-прежнему. Удобнее, да. Но Фейсбук по своей коллаборативной фильтрации, по лайкам, по моментальности отклика. Ну да, там нет вот этих стрэдов, как в ЖЖ, но настраиваемая коллаборативная реальность... Он слишком быстро. Да, но этим это интересно. Это все равно, что в Твиттере длинный текст опубликовать. Ну как бы 15 минут кто-то его видит там и все. И как бы 15 минут прошли. И в Фейсбуке то же самое. Ты вчера что-то запостил, но не факт, что он завтра поднимется. Это на один день. Но в ЖЖ это может работать достаточно долго. Очень интересная как бы машина. Вообще, на самом деле, нужно понимать, мне кажется, что это все один организм. Просто, знаешь, это разная как биосфера, она образуется разными как бы системами. Что-то в воде происходит, что-то в воздухе, что-то здесь. И это тоже как бы все, по большому счету, одна история. Просто она очень интересная, она очень интересно развивается. И, в принципе, кризисные какие-то вещи тоже есть. Я знаю, вот мой приятель Антон Меркурьев удалил в Фейсбуке аккаунт. Кого-то там забанили, я знаю, из Фейсбука. Ну и, в принципе, кто-то просто уже туда и не идет. И важно понимать, что в России все-таки свобода слова не так важна, как бесплатный контент. И поэтому в России основная потребность удовлетворяется ВКонтакте. ВКонтакте, да. Потому что люди могут бесплатно смотреть кино, музыку слушать, такую-сякую. И это действительно очень серьезное предложение, очень сильное. Ну, это понятно, это мы поговорим об альтернативных платформах и все-таки другое. Интересно, насколько ВКонтакте вдруг на базе вот этой бесплатной музыки и кино вдруг выросла совершенно своя особенная субкультура, стиль общения, эстетика, тип юмора и так далее, и так далее, которого в Фейсбуке просто нет. И там очень интересный тип высказывания, там, знаешь, я очень хочу поддержать его. И это не связано с тем, что там сидит не 9 миллионов, а 36. Ну, там возрастная другая все-таки категория. Это совершенно с этим не связано. Ты знаешь, там просто... Лет на 20 в среднем. Вот, на 15. Медион из-де-месседж, да. Да, там все по-другому. Чуть по-другому все устроено. Смотри. И абсолютно другой язык. Во-первых, там другой тип месседжа. Там, как правило, месседж интегрирован в изображение. Там реально мультимеди... Там иероглиф, как бы. ВКонтакте передают иероглифы. Парадоксальным образом, дуровская ставка на то, что, как бы, люди устанут от обычного медийного контента. И до того, как его, как бы, успеют убить, как бы, вырастет поколение людей, которые производят контент, похоже, оправдывается. Не важно, как это трэш-шоу выглядит. Но все эти тинейджеры счастливы. И это все превращается в эстетику... Ну, это другая эстетика. Эстетика визуальная уже больше. Плохого вкуса, да, такого нарочито плохого вкуса, абсурдистского юмора. Ну, просто раньше родители не могли просто посмотреть, что в голове у их детей, которые в школе. А теперь ты просто открываешь ВКонтакте. Вот реально, как бы, я когда входил ВКонтакте, я тысячу людей зафрендил просто вообще случайных. Просто я хотел иметь, как в Фейсбуке, картину. Как срез. Я не получил там картины никакой, как в Фейсбуке, потому что у них по-другому работает медийная машина. Да, вот эта вся. Она не вытаскивает там, так как Фейсбук, популярные темы и так далее. Она больше как ЖЖшная лента идет по времени. Но я обнаружил вот это же явление. Я обнаружил, какая все-таки странная у нас интересная молодежь. Что они вообще думают? Потом такая вещь, как паблики, которая абсолютно уникальная, которой нет аналогов ни в Фейсбуке, ни в ЖЖ. Это какие-то такие микро-аудиовизуальные моментальные газеты. Вот это очень круто. Но там, но все равно, Фейсбук, все-таки я здесь выступлю с адвокатом Фейсбука, он хранит совершенно уникальную текстуальную культуру. Культуру письм. Причем возникает совершенно новый язык. Вот недавно и с Ириной Левонтиной об этом говорили, и с Максимом Крангаузом. Некое промежуточное состояние между письменной и устной речью. Вот. И Фейсбук, он культивирует вот эту вот совершенно новую письменность. Люди стали гораздо больше писать благодаря Фейсбуке. Эту письменность на него навесили дорогие россияне. Потому что изначально он для этого, конечно, совершенно не назначен. Ну, мы говорим о российском функционировании. Мы еще помним те времена, когда там статус был ограничен 600 знаками или что-то в этом роде. Но как только социальная сеть попадает в руки российского человека, она сразу превращается, конечно... Ну, это как с меню нашими. У нас главное в наших меню текст написать. Тума не место для дискуссии, а социальная сеть — это место для дискуссий. А социальная сеть — место для дискуссий. О том, как чувствует себя социальная сеть, Фейсбук и прочие социальные сети, поговорим в третьей части нашей передачи. Добрый вечер, программа «Археология». В гостях у нас сегодня Юрий Сопрыкин и Иван Засурский. Говорим мы о Фейсбуке. 651099,6. Код Москвы — 495. Пользуясь ли вы по-прежнему Фейсбуком так, как и год и два года назад? Занимает ли он в вашей жизни такое же место, как и прежде? 651099,6. А вот я хочу продолжить ту последнюю вещь, которую сказал Юрий о том, что вот это функция Фейсбука в России. А чем вообще русский Фейсбук отличается от международного? Ну, это в гораздо большей степени общественное пространство, чем личное. Я смотрю на аккаунты моих американских друзей, не могу распространять это знание на всех американских пользователей в целом. Но видно, что они используют это буквально как такой дневник, причем более-менее бессловесный. Ну, там, фотографии, чек-ин, какая-то базовая информация о своей жизни. Более того, у меня было несколько попыток, когда мои коллеги из афиши писали каким-то важным иностранцам личные сообщения в Фейсбуке. И в ответ они получали, в общем, довольно раздраженные письма, как вы можете мне писать, ну, в личку в Фейсбук, нарушать мою приватность, нарушать мое личное пространство. То есть у нас, да, больше-больше гражданских. Я не использую это для работы, да. Здесь, ну, как бы странно представить себе такую постановку вопроса. А здесь это сразу превратилось, вот, как вы говорите, в агору, в какое-то место общения, дискуссии, спора, вырабатывания общих мнений. Вот, и, ну, да, там, фотки из отпуска там тоже присутствуют, но... Ну, как таковой, в качестве агоры, вот, смотрите, уже смотря на вот этот год протеста позади нас, он изменил реальность каким-то образом политическую? Фейсбук. Вот это вот агора, вот это вот публичное пространство. Или вот то, что Иван здесь предложил, предложил в самом начале, он, наоборот, как-то создал такой пузырь, да, синий, вот синего цвета, вот этот фейсбучный пузырь, в котором эти люди успешно варятся в собственном соку и никаким представляют некую такую отдаленную угрозу для Путина и никаким образом не меняют политическую реальность. Ну, слушай, какая отдаленная угроза? О чем ты говоришь? Просто люди сидят, разговаривают на кухне, грубо говоря, но при этом все друг друга видят, кухня огромная. Понимаешь, какая тут угроза? Ну, давайте серьезно, реально говорить. Я не просто так эту историю рассказал. Это не угроза. Пока что в этом цикле. Это инструмент продаж. То есть, чтобы продать, как бы, группу зомби, я не могу продать группу зомби, но я могу вынуть, как бы, красивых ребят, разъярить их специально, принять какие-нибудь законы, чтобы они вообще просто потеряли человеческое лицо, сошли бы с ума. Говорили бы ужасные вещи, кричали бы, истерили бы, называли бы какими-то ужасными словами лидеров, ходили бы с плакатами по Москве. После чего я делал ресайклинг на всю страну, как бы, этих прекрасных людей, ну, в ужасном состоянии, которые я сам произвел. И после этого мои зомби проходят, на них даже никто не смотрит. Вот, скажи, кто в думе сейчас. Это не продавалось, продавалось вот это. Понимаешь, это инструмент продаж сейчас. Но при этом одновременно для людей, которые, как бы, внутри этого, как ты говоришь, пузыря, это очень хорошо. Потому что, честно говоря, на улице очень холодает, и лучше, как бы, там, где тепло. Но есть еще другой нюанс, что, к счастью или к несчастью, эта система все-таки на следующем цикле заменит телевидение. И вот здесь будет реально большая очень история. И есть только один вопрос. Что к тому моменту будет с этими социальными сетями? Будут ли они запрещены в России? Я допускаю это. Я допускаю, что, может быть, в этом году будут запрещены. Потому что, мне кажется... Вообще социальные сети... А почему нет? А почему нет? Вот эти все законы про детей и так далее, они, в моем понимании, имеют вообще, как бы, ядовитую пилюлю внутри. Смотри. Как бы, у тебя начинается очередная летом волна протестов. Ну, становится известно, допустим, что, там, не знаю, какой-нибудь двоюродный брат Путина во все школы поставляет отравленный завтрак. Ну, как бы, что, возможно, реально происходит. Ну, я не знаю. Ну, как бы, что угодно может случиться. И, как бы, потому что много же преступников, которые прикрываются режимом. Реально. Точно так же, как много кабанов, там, еще кого-то. Ну, это другой вопрос. Как бы, и люди, вот, как бы, в каком-то гневе выходят. Тут, значит, в законе что написано? Что ты за сутки должен удалить что-то там. Мы с тобой создаем... Мы берем подряд правильных ребят. За сутки создаем 100 тысяч аккаунтов. Все наши друзья работают, все их друзья работают и так далее, как бы. Мы там везде постим детское порно. Мы там везде постим рецепты самоубийств. Как бы, мы там везде постим всякий трэш. Никакой Фейсбук за сутки это не вычтет. Мы закрыли Фейсбук. Повторяем то же самое с любой другой сетью. Вот зачем, в моем понимании, был принят этот ужасный закон. Кроме того, что, конечно, хотели заработать люди, там, из Ростелекома, еще кто-то на мониторинге. Потому что, в принципе, к сожалению, действительно огромный фактор вот такого, знаешь, предприимчивости на запретах. — Ну а зачем это нужно власти, если разобраться? Что в Фейсбуке же не зреет ни какой-то хрир. — Слушай, власть, чтобы что-то быть нужно тебе, ты должен быть адекватный. Понимаешь? А тут власть хочет заработать. Не власть, а какие-то конкретные люди хотят заработать. Человек уходит из правительства, как бы. Там была возможность заработать. В администрации. В администрации нет возможности заработать. Но есть возможность принять закон, и его организация будет мониторить интернет потом. Вот 10 миллионов в год. Ну, вроде фигня. Реальные деньги при этом. Где-то по-другому их взять. Понимаешь? К сожалению, вот это уровень реально принятия решений. И Владимир Владимирович ничего не может с этим поделать. Это его друзья. Они ему говорят, а не мы. И вот Юра не читает. — Что касается Фейсбука, Фейсбук — это такая штука, в которой власти не очень хорошо понимают. Но, очевидно, они ею напуганы. Причем они напуганы не столько ее реальными способностями в собирании людей на митинги, там, ивенты, вот это все такое. А скорее разговорами об этом, то есть каким-то информационным шумом, что вот есть какая-то такая страшная штука, через которую оппозиция, вот если захочет, она может как-то всех собрать и куда хочешь вывезти. Вот, по-моему, этот миф, который за эту зиму сложился о Фейсбуке, не без участия самих, так сказать, владельцев этих аккаунтов, он и является вот той пугающей картинкой, которая может заставить совершать довольно резкие действия. — Я считаю, что это правда. Я считаю, что он может. Понимаешь, просто зависит от того, насколько ужасную вещь мы узнаем. — Фейсбук — отличное средство, как мы, опять же, узнали этой зимой, такой эмоциональной коллективной возгонки. То есть Иван говорил про спираль молчания, а мы наблюдали действительно спираль кричания. — Спираль громкости. — Спираль кричания. — Блестяще, блестяще. Спираль кричания даже лучше. — Да, когда вот этот сигнал, запущенный по цепочке, он начинает страшно резонировать и эмоционально взвенчивает людей. — И все еще больше удовольствияются на каждом этом саун, понимаешь? — Вот, и когда действительно какое-то витающее в воздухе общее недовольство, ну вот по поводу третьего срока, вот этой какой-то некрасивой рокировки, каких-то мутных выборов, я очень хорошо помню ощущение прошлой осени, не такое какое-то мутное и неприятное, да, она вдруг вот просто как поток через дырочку в плотине начинает очень мощно концентрироваться. — Да, но все-таки тогда вы говорите, таким образом все-таки Facebook меняет нашу социальную и затем уже дальше политическую реальность. Он формирует альтернативную повестку дня. Все-таки люди выходили на все площади и на бульвары в значительной степени благодаря организационным возможностям Facebook и на демонстрациях люди выходили с знаменами Facebook. То есть... — Твой знамен было одно. — Ну, один и тот же человек ходил все время с... — Один, да, но тем не менее, да, это было зафиксировано во многих, так сказать, со многих ракурсов было ощущение такого большого присутствия. Вот, то есть все-таки альтернативная политическая реальность, это тот же, конечно, оппозиция. — Мы, к сожалению, так и не знаем, а сколько людей реально привел Facebook, потому что нет социологии. — Там же их в Москве еще было, понимаешь? — Я не видел социологии, а было бы интересно, сколько людей привел Facebook, сколько «Эхо Москвы», сколько «Новая газета», сколько листовки в метро. У меня есть подозрение, что даже вот на самом-на самом пике на Академика Сахарова, ну, там, заслуга Facebook в этом была далеко не стопроцентной, может быть, даже не пятидесятипроцентной. — Ну, тогда кому же какой интерес, собственно, закрывать вот этот ресурс, который, вот как выразились, создает вот этот закрытый пузырь? — Это миф про какую-то страшную, принадлежащую американцам силу, которая все может адски разрулить. — Вот я просто могу сказать, как я считаю, это правда звучит. Ну, смотри, если у тебя есть действительно сильный информационный повод, вроде того, который я озвучил, ну, это правда, если вдруг выясняется, что это на самом деле так, понимаешь? то в этом случае сила Facebook состоит в том, что у многих людей возбуждение от этого наступает одновременно, и они друг друга слышат. И вот эта спираль кричания, она как бы не американская, и не наша, и не режима, и не людей. — Ну да. — Это просто психологическая история. Ну, как, знаешь, в баре люди иногда дерутся. Слово за слово, то-сё. И здесь такая же тема. Это действительно в любой момент может стрельнуть. И, ну, как бы, и трагедия этого закона о детях, который открыл ящик Пандоры, вёл цензуру в России, поставил вне Конституции эту Думу и всё остальное, понимаешь? Как бы реально, на самом деле, трагедия в том, что он не поможет. Потому что когда такие вещи происходят, они происходят мгновенно, быстро, спонтанно, и когда ты после этого выключаешь сеть, все остаются при мнении, что это была правда. — Ну да. — И это будет конец, реально, это будет конец этого режима. — Как мы все знаем, на Тахрире выключали Фейсбук. — Это всё бесполезно. — И там, смотри, там, как бы... — Слушайте, ну тут прозвучало два-два альтернативных сценария. Конец Фейсбука, закрытие Фейсбука или конец режима. — Это одно и то же. — Слушай, это одно и то же. Смотри, пока есть Фейсбук, людям есть чем заняться. Люди в Фейсбуке создают контент, обогащают Цукерберга, друг друга читают, обмениваются мнениями. Ты убираешь у них Фейсбук. Им остаётся только Кремль громить. Никто... Понимаешь, они настолько... Вот реально... Мне кажется, они не понимают этого. Потому что ты либо оставляешь людям игрушки, и они играют в игрушки. Попробуй у ребёнка забрать игрушки. — Знаете, интересный очень вопрос. Ещё раз я хочу наших слушателей... — Мне кажется, что действительно и мирный характер. Вот эта вот постоянная история про перенос с площади революции на Болотную и про какой-то заговор в связи с этим, это тоже абсолютно фейсбучная вещь. Это фейсбучные люди ушли на Болотную, потому что их агрессия прекрасно выплёскивалась в Фейсбуке. — Ну да. — Никому не надо было громить Кремль. — Хочу всё-таки послушать наших слушателей. Как вы считаете, Фейсбук — это игрушка, которая нам дана, или реальная угроза режиму? Возможность изменить политическую реальность. Игрушка или угроза режиму? — 65, 10, 99 и 6. Код Москвы — 495. Значит, ну тогда в этом смысле любая рациональная, если возможно вообще рациональная политика власти, она должна сохраняться, заключаться в сохранении Фейсбука. — Ну это же вообще... — И вообще социальных сетей. — Если это рациональная политика, по состоянию она сейчас возможна. — Во-первых, а во-вторых, может давно Мани Сайном сказать, что это колониальная администрация, что они ещё могут делать? Они же служат американцам, как они сами говорят. Немножко против них бунтуют. Тут сирот не дали, тут ещё что-то. Ну только за то, что их перестали пускать. Ну то есть зачем им Фейсбук убирать? Нет. — Какие тогда... Если Фейсбук остаётся, он остаётся, собственно, основной платформой, да? Такой альтернативной платформой ни Твиттер, ни ВКонтакте, ни Гугл Плюс никакие не могут стать. — Они ими вполне себе являются. Не знаю, как насчёт Гугл Плюс, но всё остальное... — Вот тоже не очень прозвучало. Гугл Плюс как-то резонуло. — Знаешь, был граф, был граф, простите, пожалуйста, был граф, где, по каким причинам, как публиковать информацию. Вот на Гугл Плюс стрелочка была... Хотите ли вы, чтобы действительно кто-нибудь прочитал? — Ну да, настолько по нулям. — А ещё мы не упомянули LiveJournal, который так или иначе есть. — Знаешь, LiveJournal я хотел вас похвалить. Они реально смогли использовать Facebook, чтобы расширить аудиторию. У них вообще довольно большой рост. Как ни странно, это противоречит интуиции. Вроде как Facebook должен был у них забрать. Но довольно много людей, тяжеловесов контентных, в ЖЖ, и когда Facebook стал всё более и более таким перепостным, цитатным, они как бы опять сделали камбэк. Они вернулись. Их стало много. — Я бы только сказал, что это не альтернативные площадки. Это прекрасно дополняющие друг друга площадки, потому что они нужны для разного. — Экосистема одна. — А Twitter — это прекраснейшая лента новостей. Как бы очень быстрая, очень... — С возможностью публичного чата. — Да, с возможностью публичного чата. Но при этом вот этой спирали, самозаводящейся спирали кричания, там невозможно достичь. Вот эта вот история про максимальный ретвит, она никого до такой степени эмоционально не воодушевляет. Ощущение совместности, иллюзии сообщества и такого как бы эмоциональной теплоты, чувства, что все свои, там, конечно, нет ни наше. — Знаешь, что там возникает? Мне кажется, там возникает, знаешь, вот ощущение такой повестки дня. То есть, когда ты действительно там сидишь, и вдруг там начинается много чего-то, у тебя возникает просто, ага, вот это интересно, это важно. Но у тебя не возникает то, что он прав. Там нет такого жесткого, знаешь, деления. — Может, похоже на облако тегов. Если чего-то много, то оно у тебя в глазах вдруг вот... — Я хочу, знаешь, одну вещь сказать еще. Вот самое для меня, хочешь сказать, что самое для меня страшное в этой всей истории? Я с детства, я в школе как был, я как бы возненавидел определенный тип человеческих организмов, а именно коллективные. Я как бы был один, а вокруг были тусовки. Одна тусовка, другая. И вот самое для меня страшное в интернете, знаешь что? Что вернулись коллективные вот эти животные. То есть у людей реально, я вижу, у многих, по одному начинает выключаться голова. Они начинают думать коллективно. И люди... В чем состоит медийный шок? О чем Мак-Люйн в свое время писал. Люди каждый раз не готовы к тому повороту, который дают медиа. То есть когда пришел телевизор, люди оказались не готовы к чему-то, да? К тому, что это будет настолько на ощущение давить, что это будет настолько эксплицитно, что это будет совсем другая культура, культура потребления и так далее, да? А сейчас, мне кажется, люди не готовы к тому, что они снова превращаются в коллективные животные. Это очень большая проблема. Для меня самая большая, потому что как бы одни отморозились, потому что они в одной истории, другие в другой, но просто этот интернет как добавка в медийный микс людьми, которые, может быть, не очень осознанно относятся к информационной среде, а просто видят его в качестве продукта, приводит к тому, что мнение стандартизируется и при этом вне связи с реальностью. И для людей часто основным инстинктом, основной мотивацией что-то сделать, распостить, это вне политического контекста, я говорю, очень важно. Это везде. Мотивация становится доказать лояльность своему сообществу. И поэтому, какая бы ни была информация, факты больше никого не интересуют. Интересуют только, я хочу, кто первый подстрелит эту утку, которая к нам летит, понимаешь? Потому что я хочу среди своих быть самой крутой. И вот это как бы я вижу во многих дискуссиях, как бы в Фейсбуке в меньшей степени. Может быть, в ЖЖ, кстати, это тоже даже сильнее, потому что там под псевдонимами люди, там это еще острее. Здесь как бы я думаю все-таки. Вот я, Иван Засурский, что-то пишу, это как бы я все-таки, я сейчас подпишусь под этим реально, да, или нет. В ЖЖ вообще это еще легче. В ЖЖ это коллективность, она еще сильнее. Вот эта коллективность и самореферентность Фейсбука, она, конечно, очень сильна, потому что это идет фильтрация коллаборативная, и в результате ты получаешь информацию от все меньшего количества источников и варишься в одном и том же соку. И люди, они, собственно, разделяются на количество достаточно таких замкнутых пузырей. А с другой стороны, может, это полезно? Знаешь, как в несоперегонке. Есть этап, когда тебе нужно разделить по фракциям. То есть, а может быть, потом это должно опять какие-то там столкнуться. Но потом, но все равно ты не выходишь за пределы своей фракции, не выходишь за пределы своего пузыря. Почему наоборот? Все выходят, дерутся. Там же как бы огромное количество булшета происходит, ерунды. Люди говорят, как бы спорят ни о чем. Там еще очень важно появление вот этих подписчиков, которые тоже могут ходить... Тоже могут спорить ни о чем с тобой. Да, да, да. И они чужие, они незнакомые. Они говорят какие-то вещи, которые... Иногда на арабском. Да, иногда на арабском. Ну что ж, в заключении нашего разговора могу сказать, что я покидаю этот эфир с гораздо большей уверенностью в будущем Фейсбуке, чем я начинал его. Более того, как я сейчас понял... А почему именно Фейсбука? Почему именно Фейсбука? Ну, потому что начался разговор именно с кризисом Фейсбука. Ты тоже часть колониальной администрации? Да. Работаешь на Фейсбуке? Смотри. Благодарю. Я напишу в Косдеп, что ты хороший. Благодарю Юрия Сопрыкина и Ивана Засурского за участие в нашем эфире. Это была программа «Археология» Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...